Мы продолжаем, вот мы уже говорили об этом, что все продолжение, которое мы начали еще в две главы, до этого я говорил о устройстве храма, о служении в нем. И предыдущая глава закончилась у нас минорой, поэтому здесь и рассказано, чем она заправляется, какое намасло надо. В дальнейшем эта глава рассказывает об одездах священников и первосвященников, об их уполномочении, то есть что надо произвести, какие действия, чтобы они приступили к служению. Рассказывается о жертвах постоянных, которые происходятся. И в конце рассказывается о золотом светильнике. Ой, золотой светильник. Золотой жертвенник. Это такой небольшой жертвенник, он был локоть в локоть, ширина его длина, высота его была два локтя. Ну, это такое, представляете, такая небольшая прикроватная тумбочка, если так, грубо говоря. Мы должны понимать, что вот эти размеры, которые там у Господа, они, ну, такие вот, которые мы даже себе помыслить не можем. Мы обычно что-то хотим побольше, помощнее, помасштабнее. А там вот такое все, простое, небольшое, но Господу этого достаточно было. Вот. И вот этот жертвенник, на нем выполнялось воскурение. Воскурение и вот этот обряд воскурения, он выполнялся коином, при этом коин должен был находиться один. То есть никого там не должно быть. И вот эта фраза, что коин один, еще трактуется так, что даже ангелы не могли присутствовать там. То есть выполнялся вот этот обряд, как бы, только человеком и Богом. То есть вот присутствовали они оба. И после этого обряда, как говорится, чхина наполняла храм, и уже присутствие распространялось на весь Израиль, можно сказать так. И вообще вот в Торе, мудрецы, такую интересную вещь выявили, что то, что является конечным, то и было целью. То есть человек среди всех самый конечный появился на свет, но это и была цель. Последний день у нас Шаббат, вот и цель всего творения, вот это было Шаббат. Последнее слово в Торе какое? Какое? Израиль. Поэтому вся цель вот этой Торы – Израиль. То есть то, что последнее сказано, вот все предыдущее, вот эта первоначальная мысль, это и должна проявляться в этом последнем действии. И вот это служение, воспаление, оно выполнялось коином в одиночестве, и это никому не трезвонилось, да? Поэтому и служение между Всевышними нами чаще всего это вот и говорится о тайной комнате, когда мы вместе выполняем. И это касается не только каких-то там молитв, которые мы произносим, но это вообще касаемо и заповедей, которые мы выполняем. То есть мы читаем даже и Брит Хадаша, где еще говорит, что вот вы там, как там, рассказывают, как они молятся на боках, чтобы все видели. Но вот служение Всевышнему, как ни странно, в том, чтобы это происходило скрыто от других, но открыто для Всевышнего и для тебя. Вот это немножко про служение, про этом жертвенник. И вообще вот этот жертвенник, он как-то назван отдельно. То есть все предметы, которые находятся в Кадош, в Святом, да? То есть там, либо предложение, минора, они у нас в предыдущей главе. А тут рассказывается про одежду первосвященника, и вдруг появляется этот жертвенник для воспурения. Как-то непонятно, зачем его выделили туда. То есть он ближе у нас к предыдущей главе, но что он и находился у нас между там минорами, либо в предложении, а тут его куда-то туда выделили. Непонятно, и все обращают на это внимание. И если мы посмотрим процесс изготовления, когда там Бецалелю говорится, как что изготовить, то там, как ни странно, все в таком нормальном порядке. И этот жертвенник, он упоминается в череде именно принадлежностей. А тут он вынесен. И мудрецы по-разному говорят. Одни говорят, что с одной стороны, это то, без чего можно было бы обойтись, то есть воспурение можно было бы, наверное, производить и в какой-то вот этой курильнице. То есть на том месте, где он находился. А с другой, они говорят, что вот мешкан и жертвенник, это как два отдельных таких места. То есть мешкан, он как бы олицетворяет такую славу Всевышнего, а жертвенник должен для того, чтобы принести ему как бы должное почитание. Вот уже. И тоже интересно, что жертвенник для воскурения вообще считается, что человек, когда первый грех согрешил, он согрешил это всеми органами чувств, кроме обоняния. Поэтому вот Всевышний почему-то любит именно воскурение. И мужа от сапог жертвы, ну как-то. Да, ну да, вонял, да, вонял, если мы смотрим. То есть, ну мы понимаем, яблочко и попробовали, и послушали этого змея, и посмотрели, и все увидели, а вот по запаху ничего не сказано. Вот, не согрешили. И вообще, зачем этот жертвенник? То есть тоже мудрецы расходятся по-разному. А рамбан, рамбан, они, как ни странно, говорят о том, что это нужно было для того, чтобы, ну, воскурение, оно имело приятный запах. Жертвы, которые приносились, но это, ну, все равно это бойня, да, мы представляем запах вот этих вот жертв, которые приносят, это кровь. И мы видим, что даже от, ну, изготовляя... Что это, да? Он фотографирует себя. Хорошо. Вот, и, ну, вы знаете, что, ну, мясной цепь, он как-то не очень пахнет, да? И вот этот запах, он всегда остается, да? Так вот это воскурение, оно должно было, этот запах, ну, купить не убивает, но аромат какой-то приносит. И там аромат был довольно сильный, он распространялся, ну, и, соответственно, оставался я на одежде. То есть, ну, вот, рамбан, он сводит это к такой дезодорирующей функции. Конечно, нам это трудно принять, да? Такое что-то святое, духовное, и тут всего лишь, чтобы запах был вкусный еще. А барбанель, он пишет, что он, как бы, дает более такое, заферическое, что ли, объяснение. Он говорит, в святылище располагались три предмета. Золотой столб любоприношения, минора и золотой жертвенник для воспаления. Тем самым символизирует, что соблюдающие Тору ее заповедям доставят трех наград от Всевышнего. Благосостояние и почета, которые символизируют вот этот столб приношению. Второе – это мудрость и знания, которые символизируют минора и третий. И последние мид награды – это, ну, как бы, что душа человека, посвятившего себя после смерти, погружается в свет жизни. Вот барбанель вот такое дает, более возвышенное, как бы, объяснение вот этих вот вещей. Им, как бы, нам приятнее от этого. Наверное, это интереснее, да? И, как бы, вот этот вид награды именно символизирует, что золотой жертвенник предназначен для того, чтобы аромат, поднимающийся от него, это, как бы, как стремящийся к Нью-Люсан вот эту нашу душу. И вот эта жертва, и поэтому даже приношение жертв животных и воскурение, оно было синхронно, то есть производилось в одно и то же время. Но в то же время про этот жертвенник, как у нас в 30 главе 9 стихе написано, «Не возносите на нем чужого курения, не все сражения и хлебного приношения, и возливание не возливайте на нем». То есть все то, что делается на обычном жертвеннике, метном, вот на этом жертвеннике делать почему-то нельзя. Хотя, ну, эти жертвы тоже легитимные. То есть там воскурение, хлебное это приношение. То есть это то, что делалось на обычном. И это нас учит тому, что то, что есть вещи, которые уместно делать, и уместно делать именно там и таким образом, каким Господь заповедал. То есть нельзя вот это экстраполировать какие-то положения Торы вот так, вшире в гость, на все, что ты имеешь в виду. Вот то есть когда Ерехон как-то обходился, да, то есть это было время и место его обойти. И один раз. А сейчас эти Ерехоны, мы знаем, обходят и обходят. Это касается любого служения. То есть часто, что описано в Торе, в Писании, это, ну, оно Господом именно для этого места, и заповедано и делается именно таким образом. А мы это начинаем распространять без всякого понимания на какие-то другие моменты своей жизни. Бывают люди, которые видят какую-то духовную суть этих, как бы, явлений, ну, понимают. И они могут это как-то перенести. Но если мы только видим только букв и текст, и думаем, что мы понимаем, что это произошло, и вот это переносим, то это не совсем правильно. Вот это тоже такой урок нашей главы. Собак шалулся. Собак.